Доброе утро всем сладким булочкам! Рада приветствовать вас на моем канале! Не забывайте подписываться! Мне это безумно приятно для вас всего лишь нажать одну кнопку. Итак, сегодня у нас вот такое вот пюре от Роллтон. Брокколи и нереальная вкусняшка. Рецепт я оставлю вам в инфобоксе, немножко горячий. Сейчас вам покажу. Внутри творог, сыр. Вот. Это домашнее производство. Очень вкусно. И здесь у меня кофе три в одном. Сегодня проснулась, блин, так холодно дома. Мама говорит, еще рано включать отопление. Я говорю, я не могу, я одубею скоро. Просто на улице 17 градусов, плюс 17. Но дома почему-то очень холодно. Либо мы привыкли к жаре. Бабушка всегда говорит, что сейчас это самое опасное время, когда можно заболеть. Поэтому я при температуре 19 градусов хожу уже в сапогах, в шапке и в куртке. Пригиньте. Мне бабушка рассказывает, в их время, когда еще не было столько выбора одежды, и дело даже тут не в моде, а просто нечего было надевать. Они брали и шили себе куртки из одеял. Прикиньте, было одеяло из-за навеска, стала твоя зимняя куртка. Бабушка говорит, даже дело было не в том, что у тебя денег не было. У всех было, у тебя не было. А дело было в том, что в магазинах ничего не было. Поэтому как-то люди проще относились к тому, что ты в одеяле пришел сегодня в школу. Укутался, пришел. Хорошо, что хоть пришел. Хотела взять такой маленький ролл-тон. Но маленький и большой стоили почти одинаково. Там, знаете, мизерная просто разница. Я такая думаю, что я похожа на лохушку, возьму большой. Смотрите, здесь сколько. Дофига. Горячий еще. В общем, когда бабушка рассказывает про те времена, я понимаю, насколько круто мы с вами сейчас живем. Бабушка говорит, что часов не было. Моя бабушка жила в такой деревне, так скажем, поблизости гор, вдали от цивилизации. Бабушка у меня 32-го года рождения. То есть это очень-очень давно. И она рассказывает, что в то время не было часов. И чтобы узнать время, отправляли, например, ее братика к соседям. И он приходил и говорил, сколько время. Приходил и говорил, пол шестого. Но пока он от соседа шел домой, уже было пол седьмого, потому что сосед был далеко. Я всегда у бабушки спрашиваю одну вещь. Вот всегда. Вот не было часов. Утро. Как ты понимаешь, что уже тебе пора в школу? Например, я проснулась в 10 сегодня, к примеру. А кто-то проснулся в 7. Так учительница начать урок в 7 или в 10? Я вот сколько это не спрашиваю у бабушки, она не может мне дать точный ответ. Я говорю, вот, например, вы сидите на уроке, правильно? Потихоньку все заходят. Кто-то в середине урока. И прикиньте, учительница начинает предъявлять, он такой, у меня часов нет. Откуда я знаю, сколько времени? Откуда я знаю, что я опоздал? Хрен его знает. Бабушка рассказывает, что как только был рассвет, все шли в школу. Ну, блин, рассвет уже. Откуда я знаю, вот сейчас надо выходить или через 5 минут? Вот это я миллион раз спрашивала у бабушки. Она так и не может мне дать нормальный ответ этому. Прикиньте, в таких условиях, когда родители говорят тебе, нахрена тебе образование, иди поработай, там, не знаю, уберись. Дома, во дворе принеси дров. Дети учились. Например, моя бабушка была отличницей и очень хотела поступить в универ. Она хотела стать учительницей. Брокколи обалденные просто. Сейчас вот бабушка, например, смотрит, как я рисую бумажные пакетики для сюрпризов. И бабушка говорит, как много фломастеров, как много ручек. Вот в наше время этого не было. И нам реально может показаться, что за копейки мы можем пойти и купить, например, констовары. И это мелочь. Но это не так. Люди к хорошим очень быстро привыкают. Но были и такие сложные времена. И люди жили, как-то учились. Кстати, насчет моего второго канала. Я согласна с вами, что я очень много времени уделяю второму каналу. И это не потому, что я думаю, что я там заработаю до хрена денег. Или потому, что у меня есть какие-то надежды на этот канал. Нет. Я просто этим горю. Мне это нравится. И мне хочется этим заниматься. Некоторые пишут, вот, забросишь этот канал. Не заброшу. На этом канале будет выходить видео и там будут выходить видео. Хотя я планировала в неделю два видео. Но там каждый день новое видео теперь. Возможно, я перегорю. Перестанет нравиться этим заниматься. Единственный человек, который всегда по всем меня поддерживает, это мой парень. Какая-то бредовая у меня идея. Он все равно скажет, да, у тебя все получится. Что я говорила насчет бабушки. Вы просто представьте, как тяжело живось. Почему я это говорю? Некоторые люди переживают из-за того, что, например, у них нет брендовой одежды или супердорогих каких-то вещей. Нужно ценить все, что у нас есть. И люди до нас жили еще в разы хуже. Знаете, в чем разница? Разница в том, что раньше ни у кого не было. А сейчас процентов у 20 это все есть. И они это все показывают в инстаграме. Свои машины, свои какие-то покупки дорогие. Ролексы. Например, кто-то купил ролексы и прям, знаете, копил на них год, а потом снимает клип, что роли на руке. Даже песни нам как-то внушают. Внушают то, что твоё это не жизнь. Вот живут люди. За твою годовую зарплату, например, покупают себе часы. Вот, например, послушаешь моих знакомых, подружек. У каждого там какие-то малюсенькие проблемы. И все считают самым несчастным человеком планеты себя. Это неправильно. Я считаю, жизнь прекрасна. И без всего этого. Я вообще считаю себя очень счастливым человеком. Очень. Вот, может, кому-то покажется это глупым, но я счастлива, что у меня нету семьи сейчас. Что, например, в 18 лет я не выскочила замуж за кого-то. Я прям рада этому. Потому что создать семью и родить детей я успею. А пожить для себя немножко я не успею. И у многих складывается ошибочное мнение о Кавказе. Ну, в общем, про Кавказ я не могу сказать, но у нас в Азербайджане, например, взять моих одногруппниц. Никто не замужем. Там одна. Одна. Две. Вот так в основном все свободны. Все где-то работают, путешествуют, живут для себя. Набивают татухи. Одна девочка у нас рано вышла замуж, уже развелась. Уже свободна. Я просто безумно рада, что я сейчас одна. Одна из моих подписчиков написала в комментариях, что Айка, не пытайся казаться такой белой и пушистой. Понятное дело, что тебе для счастья нужна твоя работа, и ты одна, без детей и всего. Сказать честно, я это не скрываю. Я вам в инстаграме выкладывала историю. Я проходила мимо метро, и проходит девочка, где-то где-то, наверное, 10. И у нее в руках сухарики какие-то хрустим, по-моему. И там сидит кот. И она берет этими сухариками, как даст по башке коту. Я подошла к девочке и говорит, ты не понимаешь, что кот тоже живой, и ему тоже больно. Проходишь мимо, проходи. Я ожидала, что ребенок как-то растеряется. Лично, если бы на меня на улице кто-то наорал или сделал замечание, мне было бы безумно неприятно. И там рядом стояла женщина. Я ей говорю, почему вы не можете дать воспитание своему ребенку? Начала предъявлять ей, говорю, животные, их жалко. Объясните ребенку и так далее. Женщина стоит, слушает, слушает, слушает меня и такая говорит, при чем здесь я? Это не моя дочь. Такая смешная ситуация была. И ребенок просто смотрит на меня и угорает. То есть ни капли стыда, ни капли совести вообще. Просто смотрит и улыбается. Так вот, я вообще к воспитанию детей отношусь немножко философски. Я хочу воспитать своего ребенка так, чтобы мне не было за него стыдно. Хочу вложить в него все. Поэтому хочу ребенка очень поздно. и воспитать его как следует. И одного хочу. Я бы хотела родить в 35. Но, к сожалению, вот я, например, когда говорю про такое, на меня налетают подписчики и начинают внушать тебе свое мнение, что ты неправильно мыслишь. Это неправильно абсолютно. То, что для вас правильно, возможно, неправильно для меня. Многие пишут, потом не родишь. Ну, блин, не рожу. Можно взять из детского дома ребенка и осчастливить его. Правда, у нас в Азербайджане детских домов почти нет. То есть очень мало детей, потому что обычно родственники, если даже родители неблагополучные, обязательно родственники следят. Воспитывают, берут к себе. Но парень у меня категорически против. В этом плане мы вообще разные. Он считает, что семья должна быть большая, детей должно быть много. Он видит это все как классический вид семьи. Рецепт на вот это вот я оставлю в инфобоксе. Если забуду, напомните мне. Ой, какое длинное видео получилось. Придется все обрезать. Ненавижу, когда мое видео больше 20 минут. И тогда уже на монтаже. Мне прям надо отыграться. На этом все, мои хорошие. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю. Пока.